МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Казани «Я добротворец» получил грант в 200 тысяч рублей на первой смене Тавриде-2016. 24 участника стали победителями грантового конкурса конвейера проектов форума Таврида. Руководитель данного проекта – ведущая канала «Универсмотри» Гульфия Матугулина. Рустам Миниханов пошел в тройку влиятельных главсубъектов России. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. Президент Республики Татарстан занял третье место в рейтинге влияния главсубъектов России. Его показатель – 6,9 балла. Фехтовальщики Татарстана взяли больше всех наград на спартакиаде в Смоленске. Спортсмены первенствовали в турнирах парапири и шпаги среди девушек, а также взяли серебро в сабле и шпаги у юношей. В Казани пройдет трехдневный фестиваль «Семейный пикник». В честь Дня семьи у казанской чаши организуют обширную праздничную программу. Лекции для детей. Здесь же пройдут мастер-классы и литературное чтение. Казань покупает программу для выявления самоубийц. Программа называется «Методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал». Начальная цена одного экземпляра программы составляет 16,5 тысяч рублей. КФУ и Университет имени Йохана Гутенберга будут совместно готовить переводчиков-синхронистов. КФУ вошел в число вузов России, имеющих право тестировать мигрантов на знание русского языка.